Здравствуйте! После затяжных двухнедельных дождей, возможно, вспышка поедема на винограднике. И чтобы предупредить эту вспышку, мы сделаем профилактику. Так как сегодня 30 июля 2018 года, то химическими аппаратами мы обработку проводить не будем. Мы проведем обработку простым средством. Это средство у каждого есть дома. Это обыкновенная пищевая сода. С расчетом, какого я буду брать. На эту емкость, 16-литровую, я по весу взял 180 грамм питьевой соды. Или 10 вот таких ложек. Потому что многие говорят, 15 грамм этой ложки нет. Она хоть и столовая, но я завесил здесь 18 грамм. 10 вот таких ложек развожу в теплой воде. Это вода теплая. Где-то градусов 45. Ну, не более, наверное. Высыпаю сюда питьевой соды. Размешиваем ее. В холодной воде сода будет тяжело растворяться. Лучше малой емкости воду подогреть до температуры 40-45 градусов и в ней развести соду. А потом вылить в емкость, которая нам необходима. В среднем это получается на 1 литр, где-то я высчитывал, 11,2 грамма. Ну, на 10 литров, значит, получится 110 грамм. Растворил соду в воде. 180 грамм соды лучше растворять в объеме воды не менее 2-3 литров. Все, растворил. Тут я уже налил воды в простой. Теперь выливаю сюда емкость. Осадка нет, все, вся растворилась. Помешаем вот так еще. Этот бак 16-литровый. И доливаю эту емкость до полноты. Эту емкость мне необходимо долить 3 литра. Все, долил. Закрываю, перемешиваю. И начинаю вести обработку. Вот так выглядит у меня виноградная в период времени. Болезни вроде бы так не видно, но лучше сделать профилактику, чем ждать, когда она появится. И начинаю обрабатывать свой виноградник. Обработку введем, чтобы листва хорошо была снизу и сверху промочена. Сюда можно добавить в эту емкость еще и прилипатель, если влажная погода. Но как у нас на улице сегодня солнечно, и завтра солнечно будет эти дни. Не предвидится никаких дождей. Поэтому никакого прилипателя я добавлять не буду. Просто сода и все. Так, весь виноградник я сейчас обработаю. И слаз вверху и снизу все смочено этим содовым раствором. С того времени, как обработал я виноград, сода прошло около двух дней. Давайте посмотрим состояние листьев и грозей винограда. Видим, вот белый налет от соды появился. Давайте поближе глянем. Одно явление. Вот здесь у меня листочки болели немножечко милгию. Вот милгию. Смотрим, что появилось из этого. Черные точки появились. Так что сода в такой пропорции, как я дал, убивает и милит. Вот видим черные точки. С другой стороны, вот видим, тоже ее нет. Обрабатываю я лист с двух сторон. Вот это белый налет от соды. Молоденькие листочки, как видим, тоже не погорели. Вот этой пропорции. Все сохранено нормально. И ягоды тоже. Вот видим точки от соды белой. Даже начала ягода набирать цвет. Видим, начинает сиреневеть. Это донские зори. Он вот такой имеет оттенок ягода. Ягода все нормально. Все нормально. Так что смело можно обрабатывать виноград в той пропорции, которую я обработал. Вот здесь даже вот видно. Вот, видим, точка. Прожгло. Здесь были точки болезни милдьи. И в этих местах милдь была поражена. Вот тоже видим. А так, в целом, виноградник в этом году сохранен нормально. Дождей пока на этот период времени нету. До этого шли дождей около двух недель. Вот такой небольшой обзор по своему винограднику. Надеюсь, что это видео будет полезным для многих начинающих виноградарей. Кто желает получать известие от оборудованных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи. Всего доброго. До свидания.